Здравствуйте! Вы попали на кулинарный канал доктора Скачко. И в этом видео я расскажу вам, как приготовить имбирный чай правильно, чтобы вылечить хронический гастрит натуральными, народными средствами в домашних условиях. Более того, вы узнаете сразу несколько способов, как приготовить имбирный чай правильно, а также несколько секретных советов диетолога, чтобы вылечить хронический гастрит и правильно использовать по своему назначению. А именно, от работы желудка зависит ваша физическая работоспособность и ваша эффективная работа в тренажерном зале. Ваша интеллектуальная работоспособность и генерация нужного количества идей. Ваша работа иммунной системы также зависит от состояния желудка. Сколько белка будет переварено в желудке, столько аминокислот получит ваша иммунная система. А нужна она вам будет в борьбе с бактериями, вирусами, грибками, раковыми клетками. Это уже говорится, ее цели и задачи. Самая главная ваша функция дать ей набор аминокислот. А стартует переваривание пищи все-таки в желудке. И вот тут разные способы приготовить имбирный чай вам помогут. Как чаще всего готовят имбирный чай? Ну, базовый рецепт. Для него мне нужна, конечно же, чашка. Правильно обработанная, дезинфицированная в домашних условиях. Как расскажу дальше в этом видео. Конечно же, корневища имбиря. Их нужно предварительно помыть. Далее нужно снять кожицу. Ну и я использую обычную картофельечистку. Измельчаю прямо в чашку. Количество. Я знаю свое количество. У вас может быть разное. Я вам расскажу, как разными способами измельчать имбирь, чтобы получить имбирный чай. Правильно? Итак, имбирь я измельчил. Дальше правильный подготовленный кипяток. А именно вода, когда она дошла до кипения с состоянием белый ключ, я этой водой дезинфицировал чашку. Это самая вредная вода для бактерий, для вирусов, для грибков. Они гибнут в этой воде. И ни в коем случае нельзя при этом заливать такой водой имбирь. После того, как вода покипит, начинает остывать. Вот здесь она оказалась в термосе. И теперь она встретится с имбирем в нужном месте и в нужное время. Заливаю в чашку остывающий кипяток. Накрываю крышкой. И пока мой имбирный чай остывая настаивается, я расскажу про другие способы приготовить имбирный чай. Итак, к этому рецепту можно добавлять разные ингредиенты. А именно, часто добавляют сахар, добавляют мед. Что вы получаете, когда добавляете сладости к имбирному чаю? У вас изменяется жгучий вкус. Вы его не ощущаете в полном объеме. А раздражение биологически активными веществами имбиря вашего желудка сохраняется. И вы пьете несколько больше имбиря, чтобы получить те же вкусовые ощущения. И попадаете на обострение гастрита. У кого гастрит обострился, когда вы заваривали имбирный чай с сахаром, либо с медом? Пишите об этом в комментариях. Теперь вы понимаете, в чем суть проблемы. Имбирь, раздражая ваш желудок. Вот в таком виде имбирный чай, раздражая ваш желудок, усиливает секрецию желудочного сока. Если вы используете имбирный чай перед едой, вы улучшаете переваривание белковой пищи. И это абсолютно правильно. Если вы пьете несколько больше имбиря, чем может выдержать ваш желудок, ориентируетесь вы по вкусовым рецепторам языка. Вот здесь вы можете легко перевести хронический гастрит, который есть у большинства взрослого населения. Вы в состоянии неустойчивой ремиссии. Иными словами, вы можете вылечить гастрит, изменив на правильный способ приготовления имбиря. Либо продолжая принимать, перевести хорошее обострение в ваш хронический гастрит. И вот здесь у вас выбор. Либо вы бросили пить имбирный чай, либо вы вновь должны изменить, успеть изменить способ приготовления на правильный. Как поступают, чтобы быстрее вызвать обострение хронического гастрита? Очень часто имбирный чай заваривают совместно с чаем китайским. И несущественно вы выбрали белый, зеленый, желтый, красный, черный, синий. Хоть серо-буро-малины вы, если найдете чай китайский. В любом случае, вне зависимости от степени обработки или ферментации чайного листа, в нем содержатся три уникальных компонента. А именно, алкалоиды Т-абрамин, Т-офилин и Т-ин. Т-ин вы больше знаете под названием кофеин. Это один и тот же алкалоид, просто находится в разных источниках. Т-ин в чае, Т-ти чай, Т-ин кофеин в кофе, кофе-ин. Тут понятно почему так названо, но суть дела это не меняет. Что дают вам три алкалоида, попавшие в имбирный чай вот такой комбинацией? Они дают уникальное свойство. Алкалоиды Т-абрамин и Т-офилин раздражают желудок. Иными словами, могут усилить действие имбиря, его биологическое кинфещественное слизистую желудка и усилить секрецию желудочного сока. А что дает алкалоид Т-ин или кофеин? А он делает все то же самое, только наоборот. Он раздражает желудок, но тормозит секрецию желудочного сока. Иными словами, добавить чайный лист к имбирному чаю, вы получаете команду, стой там, иди сюда. Раздражение желудка усиливается, и вам еще легче попасть на обострение хронического гастрита. Если у вас вот в таком виде приготовленный имбирный чай вызвал обострение хронического гастрита, напишите, да, у меня способ номер два вызвал обострение гастрита. Ну, если первый способ посчитать, что это мед, либо сахар. И вы вновь понимаете, что вам нужно делать. А вам нужно убрать один, в этом случае, лишний компонент, и заваривать имбирный чай правильно. Что делать, если вы немножко прозевали, и таким образом хронический гастрит у вас не переходит в состояние ремиссии? Вам нужно добавить еще один секретный компонент диетолога Скачко. А именно, измельченные корневища Аира. Вы их будете заваривать вместе с имбирным чаем. И что вы получите в этом случае? Корневища Аира, его биологическое киновещество, регулируют секрецию желудочного сока, убирают воспаление и снимают болевые ощущения. Иными словами, если вы будете заваривать одновременно и имбирь, и аир, в этом случае ваш чай будет обладать более лечебными свойствами на слизистую оболочку желудка, не нарушая функцию желудка. Иными словами, не подавляя секрецию и не увеличивая количество непереваренной пищи. Вследствием чего вздутие живота. Метеоризм. Это пир бактерий на той пище, которую вы не переварили. Если вы не знали, как использовать свой желудок, правильно. В этом случае вы можете состояние неустойчивой ремиссии, иными словами, вылечить хронический гастрит в состоянии неустойчивой ремиссии, вот используя два вот этих компонента. А что делать, если ваш гастрит все-таки стал более таким агрессивным, и у вас обострение хронического гастрита? Как вылечить гастрит в состоянии обострения? Вам нужен еще один секретный компонент гиетолога Скачко. К имбирному чаю. А именно молоко. Вы завариваете также имбирный чай. Он у вас остывает. А далее один к одному добавляете, смешиваете с теплым молоком. Вы получаете имбирный чай, в котором имбирь не может агрессивно раздражать слизистую желудка, вызывая секрецию желудочного сока. А молоко это прекрасный акцептор желудочного сока. Молоко прекрасно связывает пепсины желудочного сока, уменьшает раздражение желудочного сока собственно слизистую желудка, и уменьшается явление гастрита. И по мере того, как реагирует ваш желудок на имбирный чай с молоком, вы меняете пропорции. Иными словами, если обострение гастрита, это философия, это тут нет мерила, у вас 5%, 20%, 50%, это ваши ощущения. И по своим ощущениям вы можете менять пропорции. Больше раздражения желудка, выше степень обострения по вашим ощущениям, меньше имбиря, больше молока. Меньше вы выходите в другую пропорцию. И оптимально, конечно, когда ваш хронический гастрит выдерживает чистый имбирь без молока. Если же у вас уже очень чувствительный желудок, то ваш желудок некоторое время будет выдерживать чистое молоко без имбиря. В этом случае вы свой хронический гастрит лечите правильно. И имбирный чай поможет вам это сделать наиболее эффективным способом. Ну а как правильно подобрать имбирь для себя? Такое видео есть, посмотрите. Там есть информация, как вот этот вот оригинальный предмет, известный с давних времен, правильно использовать, чтобы правильно подготовить имбирь. Я-то свой способ, как говорится, уже нашел. Каким способом вам лучше готовить имбирь для имбирного чая? Это зависит уже от вас. Ссылку на видео вы видите. Если нет, ищите на моем видеоканале. Это кулинарный канал Доктор Скачко. Там такое видео есть. И вы получите ценную и полезную для вас информацию. Также вы узнаете, если вы все же хотите испытывать возможность своего желудка, как выбрать правильно чай. В зависимости от того, какие цели и задачи вы перед собой ставите, вам более полезен будет белый или синий чай, зеленый, либо черный, желтый, красный. Все зависит от тех целей и задач, которые вы перед собой ставите. И ваш выбор определяется потребностями вашего организма. А вот на этой позитивной ноте я это видео буду заканчивать. С привычным подписчиком моих каналов словами. Крепкого вам здоровья. И разумного к нему отношения. А пока вы думаете, кому отправить ссылку на это видео, я думаю, что полезную информацию вы получили. Можете поставить на это видео лайк. Если у вас возникли какие-то вопросы, пишите в комментариях. Если вы каким-то способом все же вызвали обострение гастрита, напишите, какой из вариантов приготовления имбирного чая вызвал у вас проблемы с вашими желудками, теперь вы понимаете, в какую сторону следует изменять приготовление имбирного чая, для того, чтобы вы получали больше здоровья и могли достичь активной долголетии. До новых встреч на моих видеоканалах Доктор Скачко и Школа Доктора Скачко. Это YouTube. А также Школа Доктора Скачко в Instagram. Много информации можете найти по запросу кулинарный канал Диетолога Скачко или Доктора Скачко или кулинарный блог. Там много видео. На тему лечебной кулинарии, правильного питания, которые тоже можно использовать для вашего здоровья и активного долголетия.